Здравствуйте, всем привет! Итак, бег вроде сделан, персонаж бегает. Теперь нужно попробовать другую штуку, вот такую. Так, погнали. Сначала я своим вариантом попробую сделать, а потом продублируем информацию с одного канала. Так, значит, что нужно сделать? Значит, нужно сделать вот такую штуку. Выбираем нашего персонажа, заходим в Edit Mode. Так, теперь отсобачиваем, значит, вот эти части ему. Shift-Alt, так, Shift-Alt, отсобачиваем регион полигонов и тут тоже. Приблизительно не суть вопроса. Это значит Delete Vertex. Так, а теперь выбираем вот эту сферу. Единица на NumPadi. А, так, сначала ногу продублируем. Сделаем P, английская, Selection. Отсобачим ее, отвернем. Единица на NumPadi. Выделим вот эти вот ноги. С английская. Все это дело аккуратненько выделим. Так, опять же, C. C замажем от собачьим. Так, где тут, что я не зацепил? И зацепил ненужное C колесико. Так, а здесь C английская. Проведем по вершинам. Так, ну, вроде бы выбрано. Так, Delete. Вертексы. Английская A. Английская F. Закроем пустоты. Так, теперь что нам понадобится? Нам понадобится Object Mode. Заходим, выбираем, значит, кости. Заходим в Edit Mode. И ноги вот эти кости удаляем. Так, раз. Так, тройка на NumPadi. И вот так все это дело. Delete. Бум. Теперь Object Mode. Выбираем нашу вот эту ногу. Заходим в Edit Mode. Английская так. Так, английская C. Вот так это все маскируем. И тут тоже C. Замаскируем. Чтобы все полигоны были выбраны. Ну и теперь, значит, Delete вертиксы. Так, вот еще вершина одна осталась. Значит, C в вершину. Delete Face. Edge. Вертексы. Так, английская A. Английская F. Закроем. По примитиву пойдет. Так, это и есть такое дело. Бег у него есть. Заходим в Object Mode. Вот, и первое, значит, что я хотел бы сделать, это сначала ногу увести в модификаторах, убрать ей анимацию. Теперь, это Image Plan. Выберу по прошлому ролику вот эту нашу штукенцию. Так, выберем нашего дятла. Поднимем его вперед, выше. Тройка на нампаде. И вот этот план подставим к ногам. Можно сделать S. Так, вот как-то, да? Теперь нужно убрать ему, значит, сделать его прозрачным. Итак, давайте теперь уберем вот эту вот штуку прозрачность. Я другую закинул, всю картинку. Значит, подключаем к эмиссии Color и Альфа-канал. Альфа-канал подключаем к Альфа-каналу. Так, вот этот Альфа-канал подключаем к Альфе. Всё, прозрачность, всё, зашибись. Теперь Shift-A добавляем. Можно кости добавлять, можно просто шибкие ими делать. И к кручению вот этому плану, допустим, добавим. Давайте, так, сделаем S побольше. Так, есть такое дело. Добавляем ему кручение. Так, первый, значит, ставим и ротация. И дальше, значит, крутим вот этого нашего персонажа в N панели. Так, по X-у 90. Это ротация, да? Вот здесь ставим 300, 360 по Y. И прописываем И. Вот он крутится, да? Но хреновасто. Заходим, значит, в Graph Editor. Выбираем ось Y. Находим английскую V. Нажимаем Vector. Ну вот он уже с одной скоростью, значит, крутится. И теперь добавим, чтобы побыстрее дело было, модификатор, генератор. Так. Ну, а теперь смотрим. Во, ну это сильно быстро. Чуть-чуть можно уменьшить. Допустим, ну 600 поставить. И при анимации вот этого все видно не будет. Так, это, значит, Object Mode. Итак, можно теперь применять шипки и вытягивать, растягивать эту штуку, да? Так, тройка на нампаде. Ну, а можно добавить, значит, кости сюда. Shift-A. Добавляем арматуру, Single Bone. Заходим в Edit Mode. Вот, так, теперь делаем, давайте, S, R, G. Ну, как-то так ее подставим. Так, ну, она будет, конечно, крутиться иначе. Это нужно будет прописывать лучше, наверное, шипки ими. Ну, вот, давайте без костей. Вон, ну, такая штука, словом, получается. Вот он тут бежит, крутится. Если сейчас зайдем, выберем нашу вот эту картинку и добавим, допустим, шипки, вертикс группы, вот, шипки добавляем, еще один добавляем. До максимума ставим нашу вот эту штукенцию и заходим в Sculpt Mode, выбираем кисточку-тянучку, ставим F, ей, допустим, побольше. Тянуть, видите, мы не можем сейчас, потому что у нас картинка, нет у нее подразделений. Можно зайти, найти, значит, Edit Mode и сделать Subdivide ей. Так, это поставим 10, побольше, все. Subdivide есть, теперь заходим, выбираем нашу картинку и, значит, ставим шипки до упора. Теперь заходим в Edit Mode, английская, так, не, не выйдет мод, Sculpt Mode, пардоньте. И все это можно вот теперь вот так вот тянуть. Так, это значит, на первом кадре, давайте вот это все пропишем, на первом кадре уберем, делаем прописку, потом вот здесь он, допустим, на пятом, на десятом, да, перематываем, вот здесь уже можно ее приподнять, допустим, раз, прописываем. И дальше вот он идет, здесь уже идем на понижение и вперед опять же так, а здесь уже убираем в ноль. Ну, надо вот еще подгадать вот это вершение, кручение. Так, здесь лучше уже работать в таймлайне, наверное, так, вот здесь вот, оп, здесь он уже пошел и, значит, здесь его уже можно понизить и добавить еще один шипкей, который будет растягивать в другую сторону, допустим. Так, вот здесь у нас тоже эту оставляем вот здесь. Так, а на седьмом убираем в ноль. Ну, вот как-то так, по примитиву, конечно, ну, можно это дело несколькими шипкеями подгадать и прописать полностью. Прикольная штука будет без вот этих выкидонов, допустим, вот, без вот этого, да, здесь тоже в ноль. Растяжение сделать еще в эту сторону, вниз и чередовать их. Ну, так поинтереснее уже будет, вроде, накидом, да. Вот он тут несется. Ну, в принципе, прикольно, а что? Так, давайте теперь рассмотрим вариант по ролику, да. Ролик взят тут с этого каната пьерик пикаут. Здесь классные штуки он показывает именно по шмоткам, по всякой анимации, там, руки раздуваются. Ну, словом, посмотрите, не буду я это все дело пересказывать. Вот, давайте продублируем его ролик вот, вот по этой штуке. так, итак, выбираем нашего персонажа, поднимаем его повыше, ногу отцепляем от анимаций, так, теперь что делаем? Так, ногу подставляем на середину, вот этого гражданина, я сейчас пока английская H, скрою, семерка на нампаде, перекручу ногу, как положено, поровнее, так, так, тройка на нампаде, единица на нампаде, смотрим, чтобы она не перекручивалась, привязываем ее с это origin к 3D курсору. Теперь Alt H возвращаем нашего цепляк, так, камеру, свет отключаем, добавляем Add Mesh, так, курв, циркл, единица на нампаде, R, перекручиваем вот эту вот курву, тройка на нампаде, ну, пойдет пока такая штука, потом можно будет уменьшить. Теперь выбираем, добавляем Shift A, арматура, Single Bone, так, теперь, значит, выбираем Edit Mode, G, косточку одну в бок, Shift D, одну к верху, одну Shift D сюда, Shift D на эту часть, и Shift D вот сюда. Есть такое дело, теперь эти кости все связываем на центральную, Ctrl P, Keep Offset. Выбираем теперь нашу вот эту безе, так, сначала кости включаем, так, пардонте, запутался, убираем безе, выбираем кости, Ctrl P, делаем, значит, это Bon, делаем связку. Теперь, когда мы будем их тянуть, значит, они должны двигаться, вот эта вся безе, курва. Теперь выбираем наименование костей, включаем Name, так, следом выбираем курву, выбираем Edit Mode, выбираем вершину, заходим, добавляем модификатор, крюк, выбираем арматуру 0.1, потому что это уже вторая, значит, связка у меня с арматурами. Ну, вот, птица на риге, и вот эти кости, это 0.1, 0.2, это уже отдельные от цыплака. Так, 0.1, и выбираем, значит, вторую кость, и применяем Essision. Закрываем, выбираем, выбираем еще одну вершину, добавляем крюк, добавляем арматуру 0.1, добавляем косточку 1 и Essision, закрываем. Следом такая же штукенция, хук, арматура, косточка третья, Essision. Теперь, добавляем, опять же, хук, и так далее. Применяем. Так, смотрим, что получилось. Заходим в Object Mode, выбираем наши кости, заходим в Edit Mode, выбираем любую кость, двигаем. Привязка не прошла. Почему? Так. Не привязалась. Так, а если опять же, выбираем без E, выбираем Ctrl-P, выбираем... А, пардоньте. Выбираем без E, выбираем наши кости, заходим в Post Mode, выбираем центральную кость, Ctrl-P, Boom. Так, теперь следом, если я выбираю косточку, вот теперь она привязалась. Ctrl-Z, все нормально, Object Mode. Следом, что нужно сделать? Добавить вот эту лапу. Значит, лапу выбираем. Так, сначала кости отключим на именование. Нейм долой. Вот здесь вот, Виапорт дисплей. Выбираем нашу лапу. Находим нашу вот эту транспорс. Вытягиваем ее. Делаем ее подлиннее. Можно еще, наверное, длиннее. Делаем Shift-D, дубликат. Вытягиваем еще одну ногу. Объединяем их Ctrl-J. Теперь добавляем этим ногам, значит, модификатор Curve. Нажимаем на нашу безьер. И вот, не есть good. Так, это почему? Так, так, так. Закрываем. Так, это значит, одну лапу я сейчас опять удалю. Английская L. Delete Vertex. Object Mode. Может привязать ее в SetOrigin к диаметре. Тройка на NumPad. Так, выравниваем. Смотрим. Если я сейчас и опять же Curve привяжу. По Y. Во. По Y. Но она перекручена. Опять же, не есть good. Семерка на NumPad. Надо лапу подкрутить. Вот так вот. Тройка на NumPad. Делаем Shift-D. Теперь, значит, это дело опять же перетягиваем. Ctrl-J объединяем. Выбираем наши ноги. Нажимаем модификатор Curve. Безьер. По Y. Ну, в принципе, нормально. Прикольно так будет. Ну, надо их выравнивать, короче. Они у меня перекрученные лапы. Ну, пусть пока так. Поприкольнее будет, да? Поприкольнее будет таким образом. Так, теперь что? Надо эти лапы привязать к нашей косточке, да? По-моему, косточке. Я вот там чуть не понял. Так, если я сейчас выберу кости. Зайду в Object Mode, в Post Mode. И начну тянуть наши кости. Вот, они, в принципе, тянутся. Всё зашибись. Ctrl-Z. Если я выберу сейчас наши вот эти лапы и начну их крутить, то они крутятся хреново. Они крутятся, короче, да? Получается, я должен крутить... Если я начну крутить кости, они тоже будут такая же хрень. Так, выбираем безьер. Сделаем ещё какую штуку. Английская A, английская V и Outgrade вот этот. Получается, Upgrade, то Upgrade. Если я сейчас зайду, выберу косточки в Post Mode, то всё, в принципе, как в ролике, я костями могу двигать, да? Вот, я тяну, она тянется, всё зашибись. Но надо, чтобы вот эти все, вот эти лапы ходили, значит, по... по нашей курве. Это вот уже там что-то непонятно в ролике мне стало. Так, выбираем. Если я вот их сейчас буду вести, то Ctrl Z и нужно привязать их к 3D курсору, да? Вот они у меня не крутятся. Они... Так, а если я буду... А если я буду крутить центральную кость R, то они... Вот такая хрень происходит с ними. Ctrl Z Так, а если я зайду... Куда мне зайти-то надо? Так, выбрать... Ну, она и так привязана, да? Вот к курве. Если я это всё дело применю сейчас, то получится ноги отдельно. Мне нужно будет их привязывать отдельно к курве. Не пойму, сейчас погляжу. Так, всё это понятно. Надо тогда применять. Вот я сейчас всё вот это сохраню. Файл Save As. Значит, это плюс 3 будет. Тогда мне нужно вот это всё применить. Потому что она крутиться так не будет. Так, Ctrl Z Тогда я всё это... Так, если вот это всё включается... Так... Вот, всё распадается. Вы видите, что... Не хочет она по ней крутиться. Значит, нужно всё это дело Apply применить. Тогда, если всё применено... Да, базара нет. Вот она по ней теперь ходит, да? Ctrl Z Так, теперь... Она ходит, значит, по курве. Если я выберу... Кости Post Mode G Вот, видите, теперь она отвязалась от курвы почему-то. Так, теперь Object Mode и нужно выбрать курву и выбрать вот эти наши ноги. Ну, как бы теперь кости не привязались, значит, к ногам, да? Вот это будет тогда... Так, а если я выберу ноги, выберу вот эту... Ну, тогда они будут косточки привязаны, да? А мне надо, чтобы они по курве бегали. Там вот чуть-чуть у него непонятно с этим делом. Так, или я не понял. Так, если я сейчас выберу ноги. И выберу ноги, выберу курву, выберу Ctrl P Выберу Object Так, Ctrl Z И теперь, если я буду уводить Ничего не меняется, да? Так, ну, теперь если я выберу, значит, наши вот эти косточки и буду двигать, она тоже не привязана. Вот такая штукенция, значит. Догадайся сам, да? Выбираю курву, выбираю ноги, Ctrl P Добавляю, допустим Чтобы лупы не прокатывает D Так, а если я вот эти ноги попробую крюком Привязать к Безьер Привязать к Безьер А ну-ка И чё? Ctrl Z И я его тут ведь копать, а? Так, а если я выберу вот эти Так, Post Mode И опять же G Ноги теперь не привязаны, значит, к нашей курве И как они теперь будут крутиться Я в душе не понимаю Они должны ходить по курве Но почему-то он Так, а ну-ка Возвращаем в файл Open Don't Save Безьер Включено Всё, зашибись Теперь получается Если я кости кручу Ноги распадаются, да? Получается, ноги я должен привязать Так, и теперь я буду их Они не крутятся никогда Так Я их могу крутить только Когда применена вот эта курва Ну тогда он Если я буду крутить Саму вот эту курву Такая же хрень Если я буду крутить кости Будет такая же фигня И чё это фишка В чём Итак, вроде бы допёр Давайте посмотрим Ну тоже не без казусов Да, если вот ноги выбираем И смотрим Значит В боковой панели Здесь будем выставлять Допустим Вот здесь вот Локацию На первом кадре Ставим Локация Значит 0 Английская И прописываем Потом получается Если 25 кадров Это мало Давайте поставим Ну где-то 70 Enter На 70 кадре Допустим Ставим Ну сколько нам надо Оборотов там Ну 44, да? И Прописываем Смотрим Что получилось Ну вот У нас идёт Такая вот Крутилка Теперь Заходим В Graph Editor Смотрим По какой оси У нас тут Хрень Это Вертится По У Уменьшаем Смотрим Английская В Ставим Вектор Ну вот Теперь С одной Скоростью Вроде Всё Крутится Нормально Теперь Чтоб Быстрее Крутился Можно Добавить Модификатор Допустим В генератор Ну чуть-чуть Его тут Уменьшить А то Будет Шиздец Как бежать Вот Допустим Во Теперь Что у нас Получается Ноги Тэк 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 Выбираем Ноги Заходим Где-то Тут Что-то У меня Перекосило Но Это Не Суть Вопроса Принцип Понятен Так Таймлайн Можно Его Уменьшить Теперь Получается Выбираю Кости Захожу В Пост Мод Выбираю Вот Эту Кость И Выравниваю Во Так Есть Такое Дело Вот Он Бежит Я тут Жи Выбираю Какую-то Кость Допустим И Меняю Вот Эту Форму Допустим Бега Да Так Вот G Во А Эту Уже Могу Регулировать Допустим Выше Поднять Ниже Поднимаю Выше Допустим G Чтобы здесь Угла Такого Резкого Не было Чуть Чуть Округлая И Вот Этой Косточкой Могу Регулировать С Размер Допустим Там Большой Круг Малый Еще Быстрее Бежит Допустим Ну Прикольная Штука Конечно Штука Нормальная Но Я не знаю Как это будет При анимации Потом Значит Надо Рендер Будет Еще Сделать Ну Словно Такая Информация Вот Видите Он еще Уходит В бок При Кручении Он Он Вообще В боку Находится Тут Еще Какая Фишка Что Нужно Можно Вот Эту Штуку Подрегулировать Допустим Вот Раз И Прописать Так Здесь Она Раз Уже Получается На Одном Месте Ну Чтоб Ось Тоже И по З Не Уходила Надо Следить За Осями Ну Вот Такая Стукенция Тройка На Нампаде М На Нампаде Допустим Теперь Так G Так Я не Понял Что У нас Тут G Вон И Чуть Назад Допустим Так Она Еще Привязана К Пивоту Получается Надо Кость Еще Прописать Будет И Здесь Если Можно Как Смотрите Что Можно Делать Допустим Делаем S Так Так Вот Эти Косточки Тир G И Вот Эту Косточку Теперь Переводим Подальше Вот Прописываем И LockRot И LockRot Skyl Несется Несется А И этому Надо Анимацию Удлинить Чтобы Было Все Зашибись Можно На Укороченную Допустим Сколько У него Там 40 Вот Сделать 30 Допустим Кадров Добавить Еще Пыли Еще Фигни Всякой Там Дорогу Асфальт Возможно Даже Уменьшить Еще Но Если Вот Так Вот Взять Допустим Делаем С Вот А Эту Тогда G Так Ну Тут Нужно Тоже Научиться Регулировать Допустим Вот Раз Поровнее Эту Чуть Сюда А И Локрот Скейл Ну Ничего Прикольно Можно Разобраться Конечно Штука Чуть Чуть Геморная Но Вот Опять Она Ушла Получается Ее Тут Нужно Вот Эту Штукенцию Я Не Знаю Как Я Тут Контролировать Чтобы Она Вбок Не Уходила Вот Опять Раз Отскакивает Значит Нужно Вот Тут На Первом Кадре Тоже Назад Как Раз Так Стараюсь Уйти Вбок Ну Не Суть Вопрос А Так Это G Словом Спасибо За Информацию Автору Посидел Прям Помудился Я С этой Штукой Все Всем Пока До Свидания Вот Такой Конспект Будет Теперь